Друзья, всем привет! С вами Виктория. В этом видео я хочу вам рассказать, как приготовить квашеную капусту и напомнить несколько основных правил ее приготовления. Помимо того, что квашеная капуста очень полезна, также это отличное дополнение к любому ужину или обеду, особенно в холодные времена года. Итак, желательно выбирать плотную капусту поздних сортов. Конец октября, начало ноября. И качан весом не менее 2 кг. Качан разделяем на 4 части, делаем это для удобства, чтобы легче было шинковать. Убираем кочерыжку и начинаем шинковать любым удобным для вас способом. Я это делаю обычным ножом. Шинкуем вот таким образом поперек волокон капусты. Шинковка не должна быть слишком крупная или мелкая. Также можно использовать специальные терки или комбайны. Нашинкованную капусту перекладываем в глубокую емкость, кастрюлю и подготавливаем соль. Соль обязательно нужно использовать самую обычную, поваренную, грубого помола. Всякие соли, в которых добавлены разные химические элементы типа йода, потасиума, они абсолютно не подойдут и у вас ничего не получится. Я добавляю с расчетом 1 столовую ложку соли на 1 кг капусты. В мою столовую ложку помещается примерно 15-20 г соли. После добавления соли капусту нужно хорошо обмять, но не слишком сильно. Добавляю оставшуюся соль и продолжаю обминать капусту. Капусточка постепенно должна пустить сок. Друзья, а пока я обминаю капусту, не забудьте подписаться на мой канал. Новые видео выходят регулярно во вторник и пятницу. И теперь натираем морковь на крупной терке. Морковь берется с расчетом 10% моркови от количества капусты. То есть на 2 кг капусты у нас должно уйти не более чем 200 г моркови. Морковь добавляем в капусту. Также я добавляю примерно 10 горошин черного перца. Перец горошком это по вкусу, его можно не добавлять. И еще раз хорошо обминаю капусту с морковью. Также все одновременно перемешиваю. В этот раз обминаю немного лучше, чтобы капуста пустила сок. И подготавливаю банки. У меня 1,5 литровая баночка и 1 баночка размером 0,5 литра. Все пропорции я вам оставлю в описании под видео. И теперь начинаем заполнять банки капустой. По мере заполнения хорошо ее уплотняем. Вот таким образом хорошо прижимаем капусту ко дну и к стенкам баночек. Заполненные капустой банки ставим в удобную глубокую емкость или в блюдечке. И оставляем при комнатной температуре. Зачем нужно ставить в глубокую емкость? Так как при процессе ферментации будет выделяться достаточное количество сока. Вот я вам показываю уже на вторые сутки, сколько выделилось сока. Конечно, капуста у всех разная. Есть более сучная капуста или менее сучная. Если вдруг через двое суток у вас не выделилось такого количества сока, то добавьте в баночки немного остуженной кипяченой воды. Так, чтобы она покрыла капусту. Посмотрите, вот уже на третий день у меня идет процесс ферментации полным ходом. Должны появиться вот такие пузырьки. Это свидетельствует о том, что все проходит хорошо. И начиная с этого момента, когда ферментация хорошо пошла, чтобы капуста у нас не стала горькой, нужно в ней делать два раза в день проколы. Это можно делать ножом, либо деревянной лопаткой, как я. В нескольких местах делаем проколы. Таким образом, чтобы деревянная лопатка доставала до дна банки. Примерно на четвертые-пятые сутки можно попробовать. Капуста уже должна быть готова. Готовую квашеную капусту убираем в холодное место, холодильник, балкон, подвал. И дегустируем. Хранится она очень долго. Получается очень-очень вкусно. Попробуйте, приготовите вы. Я очень люблю просто полить ее сверху растительным маслом. Или, например, с кусочком мяса. Получается тоже очень вкусно. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всего вам самого доброго. И до новых встреч. С вами была Виктория. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова